Приветища Амигос, продолжаем рисовать говно с натуры. И, значит, продолжается Layers of Fear, все шкафы закрыты, значит, у сегодняшней храбрости есть спонсор, который заслал все-таки денег на желтый чемоданчик с пилюлями храбрости, видимо, пожелал остаться неизвестным, не знаю, вы хоть подписывали бы, я бы там, не знаю, привет передавал. Так что теперь хоть я сегодня, не знаю, может не так очково будет, хотя тут в этой игре тенденция, чем дальше идешь, тем что-то стремнее становится. Как бы, хоррор, скримеры становятся резче, скримеры становятся жестче. Раз за разом, раз за разом. Фу, игра, конечно, интересная, но перспектива играть в нее не вызывает у меня радости. Надпись над дверью формы проявляется. Свернулся, проконсультировался даже. Вот, весь остаток вчерашнего дня я содрогался от одной мысли, от одной мысли о том, что мне сегодня снова играть вот в это. То есть настолько это, настолько у меня одна мысль просто, не знаю, не то что в дрожь, но так неприятно, тяготило, короче. Это как, знаете, как, когда, скажем, на следующий день надо к зубному идти, да, тоже так думаешь об этом, нервничаешь там, тем более не просто там пломбу ставить, допустим, удалять там что-нибудь. Ты так думаешь целый день, о, завтра опять этот хруст, блядь, слушать, когда зубы вот ворачивать. Вот и я так же весь день думал о том, что, ну как, я играл ближе к вечеру, вот я думал о том, что завтра опять идти ловить скримеры. Сука, только, только сядешь позаписывать и телефон звонит. Это, это причем у меня микрофон в шумоподавлении, поэтому кажется, что он звонит не громко, но на самом деле, на самом деле он еще вибрировать начинает под носом. Че это такое? Что за херня? Что за херня, мать твою! Маму делал, блядь! Охренеть, вот это сейчас была сцена, просто огонь, вот вообще, блядь, еще и дверь. Я, блядь, даже не знаю. Даже, даже не знаю, куда мне больше не хочется, туда? Не, ну туда вообще не вариант. А тут закрыто. Сука. Формы там появляются. Какие формы? Полы скрипят под ногами, просто жесть. Чипсы так не хрустят, как этот пол. Пупса повесили. А у него наш ключик блестит. Ставьте его себе в жопу, я не пойду туда. Блядь. Что за отморозок эти игры делает, господи? Псих поганый. Я петицию в интернете составлю. Авторы игры в дурку. Всем подписывать. Мне кажется, дверь хотела закрыться, нет? Ёб твою мать, что за борода? Бородень, твою мать, как они это делают, блядь? Я просто охереваю от того, что я просто верчу камеру, и меняется помещение, оно просто меняется моментально. В секунды, блядь. Крысы исчезли. Исчезли крысы. Постоянно в доме дохрена мышеловок в этом, кстати, почему-то. И записки гласят, что крысы, крысы, крысы. Уже были где-то крысоловов каких-то он вызывал. Тут, блядь, экзорциста надо вызвать уже. Вот того из фильма, который... Ну нахер. Блядь! Ёбаный в рот. За моральное здоровье. Нельзя ж так, блядь, нельзя ж так делать. Должны ж какие-то, блядь, мысли мои, пределы скримеров-то уже быть. Вообще, блядь. Вот это, вот это фильм бы сделать. Ух ты, блядь. Я уже думал, стоит кто-то. Тут в этой игре вроде... Вроде никто не водится так-то, да? Чего? Комната за окном. Вау. Оп. Ну уж, в шкафах нихера нету постоянно. Уже надоело в них заглядывать, если честно, я не знаю. За каким хером они интерактивные все. Что-то музыка заиграла. Рестлс. Меморис. Рестлесс. Что такое рестлесс? Блядь, надо посмотреть. Это значит беспокойные воспоминания, короче. Думаю, ничего, что будут склейки просто, чтобы... Ну, лучше, как бы, ну, чтобы с переводом, блин, чем без. Ебать! Сиськи. Висели, блядь, чьи-то. В пизду. Я так понимаю, туда не надо, да? Надо, да? Блядь, а если надо, но не хочется? Ебалазия, блядь. Что это нахер такое? Тварь лесная, блядь. Опять все, говном тут. Это, наверное, жена, короче, этого художника. Ты понимаешь, что мы художником, я художником играю, да? Какого художника, собственно? Чего тут все кверх... Не, ну, слушайте, вот в этом плане игра, конечно, вот вообще. Вот сам ее цимис, короче, это в том, что вот... Ну, вообще просто происходит. Ну, смотрите, блядь, просто Алиса, стране чудес. Ну, просто, сотри, теперь кверх ногами по дому ходит. Вообще огонь. О, да ладно. Да ладно. Свет включился, перевернулось? Стул сейчас только что отъехал, что ли? О, и тут я понял, что я в доме Лепса. Ну, очки просто, явно, Григория. Только чашка с блюдцем на столе. Заебали крысы видимо сильно. Ну, тут вообще хер разберешь, что написано. Какой-то патент, оборванный страх, фурия. Боюсь смотреть вверх. Борода какая-то. Да, вот такие... Вот такие записюли здесь попадаются. Главного героя мотать стало еще сильнее после встречи с любимой женой. Ну, кстати, записок... Записок в этой игре не так и много, таких многотекстовых, так что. Я теперь шугаюсь и назад, и норовлю... Я бы эти двери, честно, с ноги открывал. Вытянутые, знаете, так пальцами. А в руке держал бы табурет, чтобы эту тварь огреть, короче. Дорогая, блядь, мы разводимся, ебать. Прошла любовь. О, нихуа-хуа. Холи... Холи Байбл, наверное, эти. Холи Библия. В доме учительниц по литературе. Ребята, сдаем макулатуру. Тысяча томов Ленина. Я, кстати, отвозил на сбор макулатуры в школе эти томики Ленина. Короче, у нас было полное сочинение дома этих. В таких еще от издательства «Звезда», по-моему, какая-то в бумажных обложках. Короче, Ленин, помню, 19, Ленин 20, блядь. Что-то такое, короче, никто их не читал. Подождите. Ну, я думаю, что мне... Это жена, что ли, его была? Она, блядь, сильно пострашнела. Что-то мне подсказывает, что ну его в жопу. Что-то мне подсказывает, что... А тут вообще темень. И там темень. Не, я думаю, пожалуй, сюда. Еще... Я буду стараться как можно меньше дверей открывать, потому что... Что? Кретины. Невидимые глупцы. Симплэтонс. Ну, кретинс, это кретины, да? Симплэтонс. Невидимый. Невидимый, ну понятно. Блядь, это стремнейшая картина, короче. Не хочу находиться в этой комнате. Она мне, ну, очень не нравится. Блядь. Ну что, неужели туда идти, ёпта? Еще, еще одной встречи с этой безумной бабой я, блядь, не выдержу. Ну, пиздец, потому что полнейший. Люстра какая-то, блядь. Неужели не включить? Оп! Ай, нане! Ай, нане! Что тут, блядь? Панорамное остекление в этом доме вообще не радует глаз. Крадиссимо, крадиссимо. Пока все нормалит. О, ништяк. Пошла в жопу, тварь. Выкуси, блядь. Она только на одном этаже, я надеюсь, живет здесь. Ну, я так и понял, что, блядь, на второй надо. Это как бы третий этаж, второй мы пропустили. Она вообще по второму ходила, я помню. Вот, походу, мы сейчас в ее берлогу едем, блядь. О, господи Иисусе. Тот стакан. Да поможет мне святой Франциск. Надо какое-нибудь, не знаю, распятие, что ли, под рукой держать. Ткнуть ей в глаз. Что написано? Hope will you can... Надежда, ты можешь... Абан... Аб... Абандой. Хуй, знаю, что написано, херняка. Наверняка, что, типа, оставь Надежду всяк сюда входящий. Очередная, блядь, комната какая-то, хер, просышь, чё. Игра света на экране охеренная. Тут бутылки и тут стекла, по которым лучше не ходить, как я понимаю. Здравствуйте. Здравствуйте, детишки. В платьях и штанишках. Чё за музыка ансамбль ада исполняет. Ох, мать твою. Сральник. О, какая ретро-ванна. Мне скидывали, кстати, композицию певца, который поёт эту песню, которая здесь играла. Так она 22-го года. То есть и события игры, я так понимаю, проходят примерно в то время. Но в доме даже телевизора нет. Что такое, блядь? Ёбангра. Мальчик Андрюша играл водолаза, смело нырял он на дно унитаза. А, это кукла. Тихие пловцы. Они забили водостоки. Зверьки в воде. А батус, как мне сказали, это уже не английское слово. Ох, ебать. Чё за звук-то? Ну, я говорил, что мне помогают с переводом. Одна добрая... Одна сердобольная женщина. Мне, убогому англичанину. Но некоторые слова даже она не знает. Я говорю, вот этот игровой язык. Вот батус этот, это вообще. Какие обои здесь галлюциногенные. Смотрите, я камеру вожу, и реально у меня глаза, блядь, как будто это, насилуются. Я просто резину тяну, я не хочу идти за следующую дверь. Пожалуйста, нет! Я же здесь был уже. Ну, в этой игре лучше ничему не удивляться. Да? Ну, я не знаю даже. Давайте по привычке пойду налево. Я люблю туда ходить. Оп, не угадал. Хорошо, тогда прямо. Вроде он подергал ручку, как бы она закрыта. А, там тоже закрыта, да? Закрой ее тогда нахер. Ага. Так что, мне обратно надо, что ли? Та-дам! Нет, сука, так и подумал. Что-то, видимо, жена готовит ему какой-то романтический ужин, наверное, лежит там, сейчас уже в своих лучших стрингачах. Ну, видите, как все, поставил эти свечечки. Ах ты, блядь. Ах ты, блядь. Изи ту. Легко забыть. Форгет. Форгет я знаю по закадровым переводам к фильму. Так. Тут какое-то что-то вытекает нехорошее из-под двери. Это закрыто. Пожалуйста, только, блядь, не эта дверь. Ю-ху! Не она, не она. Най-на-на-на-на. Пошла в жопу. Сука, я боюсь, что кто-то сзади, блядь, подойдет. Голубой. Кто-нибудь голубой. Ну, это, блядь, просто худший вариант, сука, из всех, блядь. Ее понаверу. О. Подвал. Сука, ну в подвале сейчас наверняка какая-нибудь или печь, блядь, в которой он детей сжигал, или, сука, морг какой-нибудь, блядь, частный. Ну, главный герой-то тот, тот еще отмороз и получает-то по заслугам, только я не понимаю, почему я должен за него играть. Я бы с удовольствием кино просмотрел про этого урода. Что там? Часы? Оооо. Круто. Ну, тут всякий сральник. Там что-то висит вроде. Да, кто-то толковый коммент написал, что, видимо, в доме был пожар, сгорела собака, жена, дочь, возможно. Ну, а дочери-то вообще тут никаких признаков нет, слава богу. Ну, а жена, видимо, обгоревшая, да, какая-то. Ну, вот, я то, что, ту секунду, когда она была за дверью, я разглядел, что она просто в лоскуты. Что, надо сыграть? Вы хотите, чтобы я сыграл на этом шоколадном пианино? Ну, игрок-то и от бога. Моцарт. Йоганн, Себастьян, Моцарт. Не, это в городке был прикол, я знаю, что Йоганн, Себастьян, это бах. Бах. Бля, так и знал. Второй аккорд. Ещё. Денис Мацуев, бесплатный концерт. Давай, наяривай. Давай, давай, наяривай. Пианино, сука, многострунная. Хуй. О, чё-то всё полетело. Вингардиум Левиоса. О, там чё-то светится, это подсвечник. Туда можно пройти. Ну, что-то как-то не хочется. Видимо. Видимо. Видимо, обратно надо идти, я не знаю. Душевно играет. Это жена, видимо, играет. Еблась. Ну, если всё летало, а то, что всё грохнется, было предсказуемо. Кажись, я сломал её любимый рояль. Сейчас она придёт и порвёт мне жопу. Чё-то коробочка появилась. Мне нужно отделить мясо от костей. Сначала я... Хуй его знает чё. Взял что-то пилу, короче, походу. Отпилил, наверное. Потом взял кости. Я никогда такой херни не делал. Наконец я смешал пыль и... какую-то херню и получил краску. Краска из костной муки. Краска из костной муки и крови. Я правильно понял, что этот дебил рисовал этим? Костной мукой. Костная пыль, да? Даст, ну даст пыль. Но я думаю, что он имею в виду муку, наверное, в муку перемолол. Так, жопу. Тупорылый отмороз. Ну, из того я помню, что мне писали, что он на какой-то коже рисовал. Я не знаю, может он людей убивал. У него шаги, как у его жены. Помните, я находил чертеж протеза? Вот я... Может, это жены? Жена, помните, в комнату ломилась? Какие шаги у нее были странные? Ну и он какой-то хромоногий. Непонятно, короче, что у них. Семья футболистов. О! О боже! Это лучшая комната в этой игре. Коробочка. Кисточки. А, вот появилась эта бутылка крови. А, вот текст. Вот текст. Вот текст. Я даже знаю, кого я напрягу с этим текстом, короче. И в начале следующей серии я, короче, дам перевод вот этого говна. Если, конечно... Если, конечно, меня не пошлют с этим текстом, потому что его явно какой-то псих писал, блядь. Малевич! Грачи улетели! Или как там? Прилетели. What if you fail? Где ты зафейлил? Задает вопрос эта игра. Ну это вообще... Требуха какая-то нарисована, короче. Птичка какая-то, наверное. Вот. Ладно, короче, на этом серию, думаю, закончу. Как водится. В этой комнате, в этой картины я заканчиваю все серии. В этой игре. Ну, обосрачка была, конечно, не такой здесь фатальной. Но была. Так что пишите, жмите. Всё такое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok